Бег с почти правильной позой, работая рук и ног, и небольшими объяснениями. Ну вот, замедленные воспроизведения того же самого бега, и теперь несколько комментариев. Изначально положение так называемой средней фазы опоры или позы бега, вот такое, когда центр тяжести находится практически в середине опоры, чуть-чуть, вот так. И корпус, обратите внимание, имеет очень небольшой-небольшой наклон, голова при этом является продолжением линии тела, чуть-чуть тоже может быть слегка у меня наклонена. И далее происходит вынос колена вперед, вот это максимальный в данном случае угол разведения бедер, и его, если сравнить углы от вертикали, то угол спереди чуть больше, чем угол сзади, то есть здесь недостаточное отведение. В идеале отведение должно быть примерно таким же, как и вынос. Далее происходит опускание бедра, опускание колена и опускание голени. Вот здесь очень важный момент, что голень ни в какой из моментов не выходит за вертикаль, проведенную через коленную чашечку. Вот это вот. То есть чем дальше вы выхлёстываете голень, тем больше вероятность того, что вы поставите ногу далеко впереди центра тяжести. Вот, хотя при быстром беге, при более быстром беге это возможно, что видно у спортсменов профессиональных, особенно бегунов на средней дистанции. Но при постановке, вот здесь, такое первичное касание, вот постановка. При постановке ноги на опору, голень уже находится, имеет отрицательный угол, то есть острее прямого угла, острый угол. И когда стопа загружается, вот в этом месте, центр тяжести уже опять вернулся на середину опоры. В этот момент, вот когда она ещё только касается, и ещё не полностью опустилась на пятку, не полностью загрузилась, всё равно уже центр тяжести в проекции опоры находится. И это самые главные моменты. Что касается работы рук, то угол в максимальном выносе вперёд, острый, в максимальном выносе назад, в принципе, тоже острый. Я говорю о том, что он должен быть прямой или острее. Здесь это видно хорошо. И самое главное, что локоть не выходит за вот эту вертикаль тела. Если он выходит за вертикаль тела, выносится вот сюда, то значит бегун совершает слишком затянутые шаги, и, соответственно, этому затянутые, размашатые работы рук. То есть, либо это совсем принтерский бег при высоком каденсе. Ну вот, в целом, в завершении могу сказать, что скорость движения ленты в данном примере это 17 метров в час или 3.35 на километр. Надеюсь, что это видно, что достаточно лёгкий бег не очень тонированного человека.